Это уже вторая часть пяти легенд музыки или гениев музыки, которых не знают в России. Если вы не видели первую, сходите посмотрите, заодно можете оценить, насколько выросло качество роликов меньше, чем за год у нас. Там, я там, ебите лайк, там, напишите коммент, все скажите, какими охуеть ли. И если прошлая часть была больше про негодование, что, как это так, легендарных Крэмберис или легендарного Коина, которых уже просто они везде в массовой культуре есть, но все их слышали, но конкретно кто эти люди, не знаю. То есть вот именно из разряда незнания героев. Это же скорее про уникальный звук, неповторимый стиль, в общем, про самые выдающиеся музыкальные коллективы, которые до нас просто не дошли. Здрасте, вы на канале Сейна, сейчас будет очень интересно. Первая группа в этом списке это группа Тул. И если вы сразу вот уже, вот уже вот пальцы поднялись, писать, ой, да я их знаю, это все всем известно, Сейн, иди нахуй! Подождите, имейте уважение ко всем остальным, потому что Тул, правда, знают недостаточно. Их последний альбом стал мемом из-за того, как долго он выходил, но в основном дальше этого публика не продвинулась. Люди про Тул не знают, а стоило бы. Такой атмосферы мало где найдете, при том, эта атмосфера, она создается тончайшими музыкальными приемами. Это именно симфоническая история. Это не то, что в каких-то треках люди используют звуки из реального мира, там, звонки телефонов, или говорят шепотом, в общем, используют другие элементы выразительности, которые из разряда находчивость. Здесь элементы выразительности из разряда профессиональность. Мне сложно рассуждать о Тул, так как я не профессиональный музыкант, и, в принципе, на инструментах не играю, в этом всем мало что понимаю, и настолько не вдрачиваюсь в металл. Но зато я знаю человека, который безумный фанат Тул, и которого я просто не мог не использовать в этом ролике. Это гитарист группы Палк. Какая ж хрень, блин. Что-то мне Сейн прислал. Нужен твой комментарий про Тул. Ну, комментарий про Тул. Ну, будет тебе комментарий про Тул. Всем привет, меня зовут Аристарх, и я наказан быть гитаристом в группе Палк. Группа Тул, Сейн подарил, молодец. Что можно сказать о группе Тул? Представьте, Pink Floyd, Led Zeppelin, вот это все вместе, и к этому добавили металл. И плюс еще очень необычный мелодичный и нежный вокал, что обычно в металл музыке не особо-то и видно. И вот получается группа Тул. Чем необычна группа Тул, еще вдобавок ко всему этому? Сложностью своих композиций. У них переменные размеры, полиметрия, полиритмия и разная подобная хрень. Чтобы хоть чуть-чуть понимали, о чем это речь. Стандартный размер песен 4 четверти. То есть 90% музыки, которую вы слушали, она играется в размере 4 четверти. У Тул это редкость, как и у перечисленных групп до этого. То есть Led Zeppelin, Pink Floyd, они тоже всегда играли в нестандартных размерах. Но дело в том, что Тул играет в нестандартных размерах. Они не играют в одном размере постоянно. У них очень часто переменные размеры в песне. Потом полиметрия, это когда два разных инструмента играют в разных размерах. То есть, допустим, гитара играет в 4 четверти, барабаны играют в 3 четверти. Яркий пример полиметрии. Led Zeppelin, песня Cashmere, Gorillus, песня 5 четвертей вроде бы. И группа кино, песня пачек сигарет. Там в куплете полиметрия основного ритма и соло-гитары. А полиритмия, это когда два разных инструмента играют разный ритм, но в одном размере. Вот Тул очень много с этим экспериментирует, но при этом они это делают легко. В том плане, что это не слушается тяжело как-то, это не слушается как что-то там невероятно прям заумное и так далее. То есть, это слушается действительно приятно. Потому что, например, в том же джазе это обычно действительно тяжело на уши. Скажу вам одно, что наберитесь терпения, слушая эту группу. То есть, они, возможно, могут вам зайти не сразу. Потому что, если вы не привыкли к сложной музыке, вам придется действительно потратить время. Это раз. Второе. Не слушайте Тул и вообще, я советую вам не слушать какую-либо музыку, вырывая песни. То есть, послушали одну и все, типа, вот я группу знаю. Возьмите прям сначала дискографии и до конца. Да, вы на это потратите время, но, во-первых, вы увидите рост группы в музыкальном плане и так далее. И много чего для себя подчеркнете. Это раз. Во-вторых, у Тул начинали в эпоху гранжа. Их первый альбом, он как бы гранжевый. Поэтому они начали раскрываться со второго альбома. Хотя в первом их альбоме есть такая песня, называется Sober. Она уже дала понять, что Тул это что-то очень необычное. А потом у них это постепенно все раскрывалось. Это раз. Во-вторых, у них концептуальные альбомы, когда одна песня перетекает в другую. Не так, конечно, как у Pink Floyd, например, в их же альбоме The Wall. Но все равно тоже имеет место быть. Поэтому наберитесь терпения. Действительно послушайте. Вкусите это. И будет вам счастье. Все. Здесь я хочу посоветовать самые популярные, но из-за этого, возможно, самые доступные, открывающие двери в группу Тул песни. Это Sober, Shizm и Forty Six and Two. Каждый из них, вот даже название у них, они кроют в себе концепцию. В случае с Sober, это песня про алкоголика, который и, собственно, песня называется Sober, то есть трезвый. Советую сначала прочесть перевод и потом уже с этим слушать, потому что там настроение песни, оно развивается вместе с текстом. Очень круто сделано. А, например, Forty Six and Two, это песня, основанная на концепции, что, ну, вот у человека нормальное количество хромосом 46, и любое отклонение, оно вызывает какие-то нарушения у нас в организме. Но есть теория, что если определенным путем добавить еще две хромосомы, то это даст, наоборот, новые возможности. Там всякий телекинез, по стенам будете ходить. Ну и дальше всякая научная фантастика начинается. Но, блядь, это концепция песни. А включайте радио, там до сих пор я тебя любил, а ты меня забыла. Forty Six and Two, блядь. Как вы поняли, бэкграунды тут просто тонны. В этом всем очень интересно разбираться. Советую каждому из вас, переходим ко второй строчке. Вторая группа тоже металл, но я не буду вас весь выпуск им заебывать. Там дальше будет и рэпчик, и вообще то, у чего жанр не определяется. Так что вот сейчас вот эта вот последняя металюшная группа, и все. Это правда все. Французский коллектив под названием Годжера. Очень интересная штука. Почему я сказал, что они по философии похожи на Тул? Тул. Дело в том, что подход к музыке именно такой же. То же самое желание создать атмосферу. Такие же очень длинные треки, очень проработанные. Но только в случае с Годжерой они гораздо более тяжелые, мрачные. И если у Тул атмосфера Тул, то тут скорее атмосфера black или dead metal треков. Но при этом сами black metal и dead metal треки, извините, фанаты жанров, мне они кажутся довольно унылыми. Я такое не слушаю. Мне просто скучно. Здесь же та атмосфера и настроение, которое есть у этой музыки, оно берется как основное, но при этом очень сильно разноображивается. В принципе, история группы Годжера, они начинали как вот один из множества таких black dead metal коллективов. Но после этого очень сильно разнообразили свой звук. И сейчас у них есть песни, как, например, одна из крутейших. Flying Whales, надеюсь, правильно произнес. В общем, летающие киты. И первые, вроде, 4 минуты трека, это риф, на фоне которого звучат песни китов, что называется. То есть просто звуки, которые они издают под водой, это просто охуительно. Так же, как и Тул, музыка стремится тебя загипнотизировать. И, в принципе, нам нравится какая-то музыка, когда мы к ней более-менее привыкаем. То есть в этом плане с музыкой, мне кажется, редко бывает любовь с первого взгляда. То есть так, что ты услышал песню и сразу, ой, все, зацепило. В основном тебе нужно как-то распробовать. Ты в первый раз слышишь песню и такой, о, ну прикольненько. Потом вспоминаешь о ней, включаешь второй раз, прослушиваешь еще, еще, еще. И вот к пятому прослушиванию ты уже фанат. Ты уже знаешь песню целиком. И, зная, что тот или иной момент наступит, вот это вот знание, оно придает тебе больше удовольствия. Возможно, кто-то это более внятно формулировал. Мною это ощущается вот так. Так, и Годжера, как и Тул, они играют на этом погружении. Песни поэтому длинные. Я думаю, вряд ли у меня в аудитории есть какие-то ребята, которые такие, «О, боже, песня длится больше пяти минут, я такое слушать не буду». И вам это точно понравится, потому что именно то, как с вами играются, как хороший режиссер, который в своей картине проводит вас по вот этой вот нити повествования, он может пересечь, вообще уйти от фабулы, перековеркать все повествование, давать там целые сцены, в которых вы и должны ничего не понимать, чтобы объяснить потом. И вот эта вот мастерская игра с вашим вниманием, это и есть его мастерство. А тут то же самое, только вот с музыкой. Годжера очень крутые. У них очень мало фактов биографии, потому что, по всей видимости, они просто профессиональные музыканты, у которых стиль был сначала довольно посредственный, после этого развивался, развивался, развивался. И вот последние три альбома, они просто опиздюлительно шикарные. И что еще важно, Годжера супер вывозят на лайвах. Для меня это стало важной штукой после того, как я бы пытался найти хорошие лайвы последнего альбома Sleep Note. Сам альбом мне очень понравился, да, там есть проходные треки, некоторые излишне затянутые, но есть минимум пять, которые, ну, просто охеренно шедевральны, это новый взрослый Sleep Note. И Кури Тейлор не исполняет половину из них, он исполнял вживую Неро Форте, и это было прям всрато, прям плохо. А такие песни, как Орфан, я вообще ни разу не слышал. Какого хрена? Альбом почти год уже как вышел, ни одного живого лайва. Подозреваю, что он просто сейчас не может их исполнить, и не хочет вот такого публичного позора. Понятно, что там какое-нибудь фанатье, которое не особо за это волнуется, оно это, ну, никак на них это не повлияет. И я от того, что Sleep Note сейчас не могут сыграть вживую, меньше Sleep Note не люблю. Но, тем не менее, я надеюсь, что он прямо сейчас там работает как-то над своей техникой, чтобы в итоге просто свои же песни исполнять. Годжера при этом выглядят со стороны гораздо менее убедительно, но при этом их лайвы не меньше заслуживают внимания, чем их записи. В общем, крайне рекомендую группу Годжера. У Годжера хочу посоветовать Stranded, Сильвера и Flying Whales. Про последнюю я как раз упоминал. Третье на очереди группа Праймус. И здесь то, что я говорил, не умещается ни в какие жанры. Более того, для Праймуса в пору вводить отдельный жанр, который называется Праймус, как в случае с Гонус и Журналистикой, был вот один Хантер Томпсон. В случае с Праймусом вот так же. Это можно назвать там психобасфанк или... А, он вроде сам и называл это психофанк. В общем, это группа, идейным вдохновителем которой является Лес Клейпул. И это один из самых крутых басистов, во-первых, ныне живущих, а во-вторых, по-моему, за всю историю бас-гитары. Он невероятный виртуоз. Я в этот ролик вставляю все фрагменты, которые пропустил фильтр вот по авторским правам. Знаете, сюда засунуто все, за что меня не банят. Все остальное вы должны гуглить сами. Сорян, не все же вам на блюдечке, блядь, давайте. И в случае с игрой Леса Клейпула, поверьте, вам стоит это погуглить. Это именно завораживает, насколько круто он играет. При этом сами партии, так как он вот настолько выдрачен в технике, это позволяет ему писать, вот делать эти партии необычными. И в этом удивительное свойство Праймус. Так больше никто не пишет. И при этом с точки зрения построения, в самой музыке бас, он более выделен, чем гитара. Если обычная гитара на переднем плане, иногда две гитары, то в случае с Праймусом все наоборот. Ритм и секция выходят вперед. Вот часто такое можно видеть у Red Hot Chili Peppers. И некоторые запилы вы будете находить много общего, когда будете слушать Праймус, именно с перцами. Потому что у них играет легендарный Фли. Но в случае с бандой Клейпула, это постоянное звучание. То есть это как музыка из параллельной вселенной, где вроде те же инструменты, и вроде тоже поют, вроде все знакомо, но все как будто наоборот, как Австралия. И в случае с Праймусом, неважно, вы там больше любите металл, или рэп, или рок, или там вот вы всю жизнь индюшатину слушали. Это отдельная планета. Вам стоит попробовать в нее зайти, просто чтобы понять, что там вообще происходит, и возможно она вас затянет. Из этого, вот из всего списка групп, которые я сегодня вам озвучиваю, Праймусом я заболел больше всего. Два месяца я слушал их каждый день. То есть вот у меня был плейлист, который я просто там слушал, когда куда-то ехал, что-то еще, и обязательно отдельно я включаю Праймус. Это был как ритуал, просто потому что побыть в этом звучании, притом одна из моих любимых песен, вот тот же Лес Клейпл, который там на басу играет, он еще и поет в это время. Тексты у них зачастую, ну то есть как у Мегадета, вокал он просто вспомогательная вещь, что был, так же в Праймусе, только в случае с Праймусом он еще и не стал выдерживать стилистику жанра, потому что жанр нет. И поэтому большая часть песен Праймуса, они вообще про какую-то херню. А в одной из моих любимых песен, Tommy the Cat, там половину песни он не поет, а просто говорит, притом не как речитатив, а именно изображает разговор по телефону. И знаете что? Это охуительная песня. Однако этот звук может вам быть уже знаком, потому что именно группа Праймус написала ту самую вступительную песню из Южного парка. Вот эта вот ебанутая, вот эта вот мелодия непонятная, это и есть их стиль. А вот этот чувак в составке, это и есть Лес Клейпл. Вокруг группы также ходит много довольно приколов, как, например, сама группа мотивировала фанатов называть их говном, и у них такой странный между собойчик вокруг этого. Также очень много концептуальных вещей в самих альбомах, но во всем этом стоит и можно разобраться только после того, как вы прохаваете сам звук. Для этого, собственно, я и рекомендую здесь по три лучших песни от каждой группы, ну как лучших, которых вот я считаю клево было бы с них начать ознакомление. Так вот, по поводу Праймуса. У Праймуса я бы штук десять с удовольствием посоветовал, но в концепции у нас только три, поэтому Благо название написано, Томми Де Кэт, это та самая, в которой телефонный разговор, и Тумэни Паппис, слушайте. Так что знакомьтесь, удивляйтесь, наслаждайтесь, а я напомню, что и все группы, которые я уже назвал, и еще парочку, которые назову, до того, как их увидели вы, их первыми увидели чуваки в моем паблике закрытом, в который вход стоит пять баксов через Патреон. Инструкция, как туда попасть, она в описании, а я туда пощу книги, фильмы, клипы, дохуя музыки, вот буквально то, что вот нахожу, я пощу туда, и если в подобные ролики попадает что-нибудь самое удивительное, что мне больше всего понравилось, и, в общем, только вот такой самый-самый экстракт, то в паблике оказывается почти все, всех жанров, направлений, и иногда просто какая-то угарная хрень, которую я нашел, такой, Так что залетайте туда, следующая позиция. На четвертой позиции у нас группа ГОСТ. Главная беда вот видосов такого формата в том, что я рассказываю про очень объемные вещи, про 20, 30, 50-летний труд очень талантливых людей, и понятно, что, в принципе, такой формат создан, чтобы быстро вам рассказать, но ощущение недосказанности, оно потом очень сильно остается, и еще дохуя ощущение недосказанности я добавлю себе сейчас. Группа ГОСТ. Тут даже непонятно, с какого конца подступиться, наверное, начну с официального позиционирования, вот как сама группа хочет, чтобы их воспринимали. Во главе группы находится Папа Эмеритус Третий, до этого был Эмеритус Второй и Эмеритус Первый. Вместе с ним на сцене выступают четыре безымянных упыря, каждому из которых соответствует определенный символ. Вся группа анонимна, и как минимум по замыслу группы никто не должен знать, кто скрывается за ними, а папы регулярно меняются. Даже если папа на самом деле тот же, официально он сменился. Этот весь коллектив играет дед метал, смешанный с поп-музыкой, и звучит это скорее как поп-музыка, но если обращать внимание на то, как звучат инструменты, и на какие части разбиваются песни, то это явно не попса, и в принципе звук, опять же, вне жанровый, но здесь их хотя бы можно определить. И вот эта вот смесь попсы и детухи, она стилизована под звук 70-х. Звучит предельно странно, и здесь уже стоит перейти к реальной истории, как все было вот в действительности. В действительности это был один крайне талантливый чувак, который в своих музыкальных экспериментах в какой-то момент дошел до вот этой вот смеси. Просто сидел у себя, джемил и написал песню. После этого его друзья, которые также имели отношение к музыкальной индустрии, сказали, что тема супербомбовая, тебе надо писать дальше. В итоге накопилось пять песен, он собрал коллектив, и ему понадобилась концепция. Тогда и была взята эта идея с папой и безымянными упырями. Дальше была долгая история с тем, как у них менялись образы. Да, на роли папы всегда был один и тот же чувак, но говорилось, что папа сменился, и вместе с этим менялся его костюм, примерно как у Путина. И потом случился дианон из-за судебного процесса, потому что чуваки, которые были безымянными упырями, подали в суд на папу из-за авторских прав. В общем, это становится еще смешнее, но, в общем, всех их раздианонили. Так или иначе, это все уже дела минувших дней, пустые скандалы. Группа ГОЗ же сейчас продолжает писать материал, и с каждым разом их и так экспериментальный звук, он обретает какую-то новую форму. И я хочу, чтобы вы начали с ними знакомиться с вот этой эпишки. Охуенно шикарно красивая обложка. И если раньше их смеси больше наклонялись в сторону мрачности, то есть, в принципе, когда он только придумал саму концепцию, тексты были примерно, как у других там, black metalist, всякая там, оккультная история, пришествие тьмы, сатанинские мотивы. И так как группа современная, в современности эти тексты звучат немного абсурдно, и от песни к песне этот абсурд, он начал перехлестывать, и поэтому все, что делает ГОСТ, оно как бы наполовину комедийное. Они пародируют, но при этом делая не менее крутой продукт. Вот он, блядь, метамодерн. Когда мне говорят, все заимствуют, типа, даже у самых крутых групп, есть какие-то штуки, которые они взяли у других групп, все на что-то опираются, нормально брать уже готовые шаблоны. Но, блядь, когда ты берешь готовый шаблон как лизер, и когда ты берешь готовый шаблон как ГОСТ, вот она разница. И эта эпишка, как раз-таки пример, как можно охеренно взять основу, перевернуть ее под свой стиль, и никто не обвинит тебя ни в плагиате, ни в излишнем заимствовании, потому что это как продукт будет невероятно цельно. Здесь группа ГОСТ взяла чуть-чуть раньше, если до этого это был стиль скорее 70-е, здесь скорее 60-е, то есть музыка скорее позитивная, такая минорная, но про жертвоприношение. Послушайте обе этих песни, они именно как песни, очень хорошие. В принципе, вот эта вот поп-часть и, в общем, профессиональность, с которой ГОСТ подходит, она обеспечила им огромное количество грэмми, точное. Вот, у вас вот сколько? У них вот столько. И помимо EP-шки, зацените вот эти вот три песни. У ГОСТ я хочу посоветовать два их прям хита, это Square Hammer и Dance Macabre, и отдельно песню Year Zero. Если вот вы не знаете, с какой именно начать, начните с Year Zero. Там как раз-таки их вот эта концепция оккультной, сатанической истории, которая при этом скорее смешная, но из-за этого только больше увлекательная, она больше всего раскрывается. Возможно, однажды я соберусь силами, отсмотрю вообще все, что есть у ГОСТ, переведу это все, потому что я не настолько все-таки хорошо владею английским, и сделаю один большой ролик про них, но это уже совсем потом. Давайте к следующему пункту. Последняя в этом ролике группа это Farsight. В хип-хопе, как и во всех остальных жанрах, именно в его истории и перипетиях того, как развивались жанры, кто от кого черпал, и как вот мы условно от Тупака пришли к Лил Пипу, как вот понять всю вот эту вот цепочку, что откуда бралось, кто кого одобрял, кто у кого заимствовал, довольно сложно. И я еще совсем в этом не разобрался, и для меня Farsight это вот на этом вот поле один островок, у которого я не понимаю, где продолжение. Дело в том, что сейчас вот на нынешней позиции у нас больше популярна новая школа, такие трэповые биты. Если посмотреть на каких-то более интересных ребят, типа Канни Веста, Дрейка и прочих, которые сейчас на вершине именно из-за своего подхода, то это совершенно не то же самое, что Farsight. Я могу найти там связь с условным Jay-Z, а вот с группами типа Farsight не могу. Дело в том, что из старого хопа мне больше всего нравится джаз-рэп, блюз-рэп и всякие прочие жанры, в которых, и подвиды хип-хопа, в которых исполнители пытались экспериментировать больше не с электронным звуком, а с живым. Вместо того, чтобы кидать эдлибы, они делали какие-то вокальные протяжки, в принципе, очень часто пели в своих треках. И для меня загадка, почему вот сейчас, когда есть автотюновая армия, когда очень много кто использует самые разные распевки и именно необычные вокальные штуки, правда, с автотюном, в современных треках все прохавали, что это очень круто работает, почему нету противоборствующего лагеря, который все то же самое делает, только вживую. Я из подобных находил довольно неплохого рэпера, которого зовут Рус, к России вообще никакого отношения не имеет, просто интересный чувак, но, опять же, его мало кто знает, и вот такого прям противоборствующего другого лагеря я не вижу, хотя мне кажется, мы могли бы увидеть огромное количество очень крутой и разноплановой музыки, если бы кто-то подходил к хип-хопу именно вот с такой задротской позиции все сделать живьем. И Форсайт, хотя и прошедшая эпоха, они все это делали, и я советую вам послушать просто, чтобы ознакомиться с тем, что было, и как вообще можно делать хопчик. У группы Форсайт также я советую, возможно, самые известные их песни, но вы-то их вообще не знали, так что все можно. Это Passing Me By, Running и Drop. Очень проработанная, очень разнообразная, тем не менее, такая же качевая и заедающая в голове музыка, как и их другие более привычные нам братья по хип-хопу. К Форсайду можно также прикрепить еще пяток групп, которые я просто находил, говорил, о, да, это вот тот самый звук, мне такое нравится, но, опять же, ничего не находил ни про их корни, ни про их последователей, так что, конечно же, в комменты найдутся эксперты хип-хопа, вот, так что напишите, кто эти последователи, продолжатели, есть ли они вообще интересно будет почитать. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, надеюсь, я рассказал вам много всего интересного, не забывайте про мой закрытый паблик, про мой открытый паблик, про мой самый лучший на планете, просто в мире, блядь, инстаграм, также про камерный канал, где выходит интервью с молодыми актерами, и вообще про все остальные ссылочки в описании, которые только для вас и есть. Спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. Это тапок.